здравствуйте ребятки сегодня мы рисуем с вами поэтапный медленный рисунок лисичку для этого нам нужно мы можем конечно использовать карандаш давайте попробуем сегодня с карандашом поэтапно нарисуем сначала ушко вот она у нас будет сверху сидеть и мы начинаем где-то вот здесь в этой голове в этом углу у нас будет голова сюда у нас хвост пойдет и вот она вот такая будет вот голова тут хвост и сюда идет берем карандаш остренький подточили легкими линиями сначала рисуем дугу вот такая дуга дальше сюда как треугольничек клин такой должен только дугой сюда дуга и сюда дуга есть дальше сверху с правой стороны опускаем вниз и соединяем да так это у нас ушко получится дальше это у нас головочка мы ее эту же линию вот так и продвигаем сюда протягиваем и чуть-чуть заворачиваем вниз чтобы у нас пошла вот сюда вот так мордочка получается линия плавная головочка лобик представляем идет линия вниз так это у нас есть пометим здесь что это у нас будет носик вот такой как сердечко только без ямочки вот такой треугольничек без без углов нарисуем второе ушко отступаем чуть-чуть от первого ушка тоже рисуем дугу по сравнительно такой же высоты может чуть чуть меньше ушка будет сюда потому что это ушко у нас прячется за головочкой поэтому чуть чуть меньше будет и в эту сторону если у нас дуга в эту сторону было то противоположную вот так как лепесточек получается ушко остренькое обязательно остренькие есть дальше теперь нам надо нарисовать толщину этого ушка вот у нас линия есть теперь мы вверх чуть-чуть так в сторону будто бы вот как баночки до белой стремится линия мы покажем толщину ушки ушка ушки у нее сравнительно такие толстенькие мы линию ровной провели небольшую и теперь от этого уголочка тухое соединяем сюда в вершину это есть дальше не от этого уголочка тундры от этого внешнего что у нас появился мы проводим линию дугу вот так это у нас будет шея затылок у нашей у нашей лисички дальше от вот здесь где у нас носик треугольничек даст не от низа а вот сбоку чуть-чуть пускать чуть переносится будет и мы дугой вот так сравнительно ровная линия но чуть-чуть дугой мы ее ведем вот так это получилось теперь от нижней точки вот у нас но всегда от этой вершинки мы провели теперь от нижней точки мы тоже проводим линию вот так чтобы такая мордочка изяечная дугой было дальше нарисуем глазик рисуем где-то вот где у нас линия ушка 1 и под ней тут будет кружочек есть дальше верхняя века мы сюда линию провели нижняя века сюда чуть-чуть и рисуем здесь кружочек беленький блик будет а все остальное зарисуем черненьким вот такой глазик получается и блик тоже здесь можно на носике блик это светит солнышко переливается носик блестит и остальное так зарисуем так есть дальше линию опускаем сейчас вот у нас носик то чуть-чуть в сторону и опускаем вниз линию это у нас будет идти попа шея спинка и вот сюда так пойдет ее попа сюда так завернулась сидит она дальше эта линия у нас пойдет сюда вниз и вот она дугой а потом вниз обратно вот такая линия наверх поднимается горбик горбик и вниз ехала машинка вот так сюда получилось дальше теперь мы вот провели линию это у нас будут ножки чтобы показать нас тут две ножки будет чуть-чуть толщину вот такую где-то показываю и не давайте не такую толщину сейчас я сейчас вытру секунду сейчас мы одну ножку нарисуем чтобы вам удобнее было потом вторую берем эту линию которая у нас мордочка вот от носика уходит линия и мы ее также дугой проводим сюда это у нас будет одна лапка вот она лапка наша от это будет дальше эту линию чтобы уже завершить у нас будет верхний слой рыжий а вот это тот беленькая поэтому мы ее завершим мы ее ведем и где-то вот где начинается сужение вот так уже и закруглили то есть до сужения до этого периода видишь те вот она узко а тут широко и вот она идет пока не не сузилась до конца мы ее завернули дальше это одна ножка есть значит такую же лапку такой же толщины только сделаем не просто ровненькую линию а чуточку так в сторону сторону и покажем ее локоток и вот вверх пошла вот этот изгиб нужно показать видите идет под наклоном сюда потом раз и согнулась линия сильно высоко не доводите до конца дальше от этого изгиба который у нас получился мы ведем брюшко брюшко можно побольше потолще чтобы у нее было не худенькая лисичка поела есть теперь вот мы приблизительно так отвели теперь нарисуем ей лапку от этой точки где мы вот провели брюшко сюда мне неудобно чуть-чуть камера мешать но и сюда линия и заворачиваю вот так и завернули вот такой дугой получается у нас есть дальше это у нас будет начало хвостика хвостик вот линия тоже мы рисуем вот провели линию до заметили провели точку поставили потом от этой точки снова куда-то идем провели линию потом от этой точки еще куда-то и вот я это . я от нее виду линию до этой линии до лапки это уже будет хвостик и он вот так туда пойдет мы его потом закончим когда мы провели до этой лапки мы можем эти лапки довести вот так хорошо есть дальше эти линии у нас не смыкаются потому что жопка будет идти ниже вот так мы даже можем тут попу чуть увеличить чтобы у нее вот так заворачивалась хвостик здесь показывается а попа сюда идет дальше здесь мы провели линию до до начала хвостика а тут у нас узкий хвостик а дальше он расширяется расширяется и уже больше имеет толщину и вот аж сюда можно так легкими линиями рисуйте не давите на карандаш легонько у меня есть курс карандашом ссылка под видео будет и можете зайти там тоже проходить уроки карандашом как рисовать дальше здесь двое смотрите как у нас ушки были дуга сюда и дуга сюда да вот так получается раскрывается листик таки тут дуга сюда и здесь дуга и тут мой хвостик нарисую можно остренький красивый такой хвостик лишнее вытираем если что-то мне не понравилось и подправляем вот такая лиса красавица теперь мы добавим у нее беленький хвостик будет и линиями вот то вверх то вниз вот так кончик у нас белый а хвост сам рыжий лапки у нас тоже черненькие будут поэтому чуть-чуть мы так покажем не проводите вот так одной вот так одной линии так не лучше не хорошо лучше вот как эта лапка то вверх то вниз вот так так будет изящней и и еще мы покажем эту линию чуть-чуть вытрем там где у нее загривок и покажем не ровной линии а вот такими зигзагиками как у деда мороза грива у деда мороза борода это у лисички грива и здесь тоже эту линию тоже мы покажем вот такими зубчиками покажем что это шерсть у нас а теперь приступаем берем будем разукрашивать ее берем кисточку не сильно большую это у меня номер три синтетика острый кончик искусственная искусственный ворс белку не берите она и лошадь пони пони белку и козу не берите уберите лучше искусственную кисточку лучше рисовать и теперь начинаем у нас будут рыжий давайте белый белый хвост сначала нарисуем больше воды и краски ну чтобы не сильно и зарисовываем здесь контуры тоже все как разукрашиваем как разукрашка красками сильно много воды не добавляйте мне просто уже подсыхает лампа светит и она подсушивает краски поэтому быстро они у меня засыхают на вы если жидкие краски то лучше не не макайте много воды так мы здесь под мордочка еще нарисуем где у нее шейка беленькая будет так есть пока дальше берем рыжий цвет оранжевый старайтесь не желтый не охру а именно оранжевый я покупаю две пачки красок у разных фирм чтобы потому что у некоторых красок нету того цвета который мне нужен поэтому я беру две пачки и вот так аккуратненько кончиком сначала кончик ставим и проводим обводим наши контуры где у нас у лисички будет и зарисовываем по чуть-чуть здесь тоже обводим и сюда будет заворачиваем ей брюшко а кстати брюшко тоже беленькое будет сначала спинку животик зарисуем аккуратно следите чтобы у вас было достаточно влаги и краски по форме вот если у меня лапка по форме то и я зарисовываю по форме кружочком но все играет роль так здесь тоже лапки рыженькие и и также грибу показываем это зубчики и и здесь где у нас грива беленькая внутри тоже мы ее обводим зубчики чтобы видно было их и и до носика доводим аккуратно глазик обводим и мы его сейчас тоже еще разукрасим так рыженькие есть теперь возьмем еще лучше вам и кисточку часто застрелит краска у основания кисточки поэтому больше белой краски и вот тут ей брюшко нарисуем а ну что же там будет так и белые краски с ушками внутри внутри они будут белого цвета а снаружи мы добавим черный цвет вот так здесь не будет здесь нам не видно и берем черную краску рисуем ей давайте нарисуем ей ушко черненькое когда будем рисовать уже акрилом и маслом сюда будем более детально прорисовывать ушки они не просто черного цвета они с переходами но пока нам достаточно просто зарисовать ушко так же носик берем и аккуратно рисуем этот треугольничек аккуратно плавненько вот так и чуть можно показать контур сюда тоненько-тоненько туда линия пошла вот так на носик и сюда чуть-чуть и снизу можно немножко показать дальше нарисуем глазик кругленький черный полностью зарисовали теперь наведем по контуру снизу и сверху нарисуем лапки обводим по контуру берем больше краски и соблюдаем вот эти зигзаги на лапках тоже когда мы будем усложнять рисунки технику тогда больше будет и переходов разных штриховок шерсти но для начала пока вы только учитесь рисовать гуашевыми красками как раз то что вам нужно кстати вот берем мы сейчас я чуть воды добавлю краску возьму кончиком и вот тут между лапками тоже покажу тоненькой тоненькой вот так линии также покажу эту лапку чуть-чуть только аккуратно черненький не сильно не надавливайте на кисточку и вот так по контуру обвожу здесь попа у нее где идет вот можно еще гриву чуть-чуть показать за гривок вот так раз сюда линия пошла красиво контраста придаст можно тут тоже показать можно не показывать как вам нравится вот так она мне кажется она с таким подходом более контрастно выглядит более такие переходы ярче можно не полностью где-то линии обрываются когда линия обрывается лучше но если вы еще не натренировали руку рисовать тоненько лучше не рисуйте можно фломастером обвести но это фломастер испортит лучше не нужно лучше не обводить совсем или же тоненько аккуратно очень тоненько кончиком совсем легонечко дальше теперь мы я хорошо-хорошо вымываю кисточку и покажу высушиваю ее чтобы она была сухая беру белую краску и ставлю блик на глазик просто одну точечку и на носик все и больше ничего не нужно и лисичка у нас готова все молодцы рисуйте я очень рада что вы смотрите учитесь рада для вас стараться до свидания с